В ноябре 2011 года в Аргентине, в провинции Неокем, было обнаружено гигантское месторождение нетрадиционных углеводородов Вакамуэрта. В этой формации сосредоточены вторые по величине залежи сланцевых углеводородов в мире. По разным оценкам они составляют почти 9 триллионов кубометров газа и от 16 до 23 миллиардов баррелей нефти. Государственная нефтегазовая компания Аргентины YPF объявила о планах инвестировать в эту гигантскую сланцевую область 30 миллиардов долларов в ближайшие пять лет. Эксперты отмечают, что для намеченной цели стать центром нового сланцевого бума Аргентине понадобится огромный объем инвестиций, технологий и специалисты, которых у нее нет. В поисках последнего в белорусский офис Skyway прибыл посланец деловых кругов этой страны господин Хорхе Лопес. Представляемая им компания участвует в тендере на строительство грузовой транспортной линии стоимостью 500 миллионов долларов для обслуживания месторождения. Эта дорога протянется примерно на 800 километров и свяжет зону нефтяного месторождения в Патагонии с портом Байобланка на побережье Атлантического океана. Одна из основных проблем, которые Аргентина надеется решить с помощью технологии Skyway — сокращение затрат на доставку закачиваемого в класс песка, а также труб для бурения, которые пока завозятся автомобильным транспортом. В обратном направлении предполагается использовать грузовой комплекс для экспорта как нефти, так и сельскохозяйственной продукции. У нас в Аргентине открытое гигантство месторождение фланцевых углеводородов Вака Муэрта — второе по величине в мире. Для их добычи нам необходим высокотехнологичный вид транспорта для перевозки специального песка на расстояние 800 километров. Имеющиеся транспортные средства обходятся очень дорого. Мы думаем, что с помощью технологии Skyway мы сможем осуществлять эти перевозки с небольшими затратами и высокой эффективностью. Это будет первый этап нашего сотрудничества.